Глава двадцать третья из второй книги Моисея, из книги «Исход». Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды, не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды, и бедному не потворствуй в тяжбе его. Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьюч вместе с ним. Не суди превратно тяжбы бедного твоего, удаляйся от неправды и не умиршляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Пришельца не обижай, вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение его, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из народа твоего, а остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришлец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков. Семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и туг от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари, козленка, в молоке матери его. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай голоса его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать голоса его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Евусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей, число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю пред тобою и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего Евеев, Хананеев и Хитеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Чермного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо придам в руки ваши жителей сей земли и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня, ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью.